Привет! Привет! Доброе утро! Надеюсь, ваш январь идет по плану. У нас сегодня такой классический рабочий день. После вчерашней грандиозной уборки мы с Сашей едем относить на благотворительность очень много одежды и книг. Но самые главные у меня сегодня аспекты, то, что я должна выполнить, это открыть регистрацию на мастер-классы в Москве и подвести итоги нашего маленького челленджа Draw in Shape. Мы уже приехали к тому месту, где будем сейчас раздавать вот эти вот пакеты. Ну, как раздавать? Погружать в контейнеры. Я сейчас все покажу. Я просто без ума от этой улицы. Как она? Генерала Чупринки. Очень красивая. И нам вот сейчас во двор вот этого вот собора, церкви. Вот такие вот контейнеры находятся по Львову. И вот эта вот организация, она помогает нуждающимся, бездомным. Они делают всякие социальные проекты. И было такое интересное, они издавали газету, которую... Так издают. А, издают до сих пор, да. Издают газету, которую бездомные продают и выручку, там, по-моему, 50 или даже больше процентов забирают себе. То есть они и трудоустраивают, и все такое, в общем, помогают. И что? Я надеюсь, вот эта ваша одежда, потому что она хорошая, ее можно еще носить, там, вон, тапки классные. Я надеюсь, она кому-то пригодится. Как работает контейнер? Кладешь сюда пакет, и потом вот эту штуку поднимаешь. И как бы назад ты уже не залезешь. Столько, когда открывают контейнер. У нас тут целых... Тут очень много пустильного белья. А здесь книги. Классные, кстати, книги по-польскому. Питер Пэнс, по программированию. Здесь, да, книжка, как создавать приложение для iOS. Может, какой-то бездомный станет разработчиком. Там классная тоже книжка. То есть, это не то, чтобы контейнер для мусора, а то, что, знаете, жалко выбросить, но мы уже в этом не нуждаемся, а кому-то пригодится. А, опять не хочет. Ну, я потом с силой его... А, стоп. Теперь самое большое. Я думаю, его надо по чуть-чуть. Э, да не, подержи. Да. Он там просто не пройдет. Нет. Нет, погода, я попробую. Там теплые зимние вещи. В основном. О, все. Супер. Там еще крышечки. О, крышечки. О, вот куда это надо приносить. На протезе. Класс. Выглядит как мусор, но полезно не было. Ну, будет нормально. Угу. Хотел еще утром сдать анализы под шумок, но я забыла все на свете. Кошелек, карточки. В общем, можно было нормальную скидку выбить себе. А я все забыла, поэтому приду завтра. В общем, у нас во Львове холодно, но солнечно. Это очень редко, поэтому мы решили пропеляться до дома. По красивым улицам, в любом. Я забыла перчатки, но нашла носок. Я несу камеру рукой в носке. Что значит нашла? Скажи, где носок? Думаю, что ты на улице взяла. Нет. Носок нашла. Ну, в этих пакетах, которые мы только что относили, я нашла годный носок. И он теперь спасает меня от холода. Еще о чем хотела рассказать. Я Сашина уточка. Ладно, объясню. У программистов, да, такая тема? Толщик. Кто занимается сложным страхом на работе? В общем, людям, которым не с кем поговорить, и они занимаются умственной работой, они ставят уточку себе возле компьютера и рассказывают ей проект. И в процессе разговора дождаются какие-то мысли. Только что Саша мне начал что-то рассказывать, и его осенило, что он может написать своему работнику, чтобы он там что-то не допустил ошибку. Поэтому я уточка. А еще я так постирала шапку, она немножко села, мне так мозги сдавливает. Возможно, поэтому я такая веселая. Мы уже позавтракали, и я на своем рабочем месте. У меня здесь немного бардак, да, в принципе, вокруг тоже немного бардак. Поэтому я себе ставлю таймер в приложении BeFocus для Apple компьютеров. Ставлю на 20 минут, 20 минут работы, потом у меня перерыв. И во время перерыва я делаю либо какие-то там типа разминочку, там сели встали, ножку вверх, все такое. Либо я встаю и просто убираю по квартире. И сегодня моим заданием будет вот эта вот елочка. Нужно ее уже разобрать, потому что праздники прошли, и она начинает обсыпаться. Я хочу, знаете, успеть до того, пока она обсыпется на пол. А сейчас моя задача сделать обложку для видео и опубликовать его. Это, кстати, SpeedPaint. Девочки зимы, и если вы еще его не видели, то там достаточно интересно. Уже закончила обложку и еще долго думала, делать ли мне вот такую вот надпись или нет. Потому что если делать, то здесь она сливается с ботиночками, и здесь, в общем, получается какая-то грязь. Я лучше в названии пропишу, что это SpeedPaint, и вот так вот мне намного больше нравится. Я уже открыла регистрацию на воркшоп в Москве, и сейчас сделаю пост в Инстаграм с вот этой вот анимацией. Конечно, там звука не будет, но я просто такая. Возможно, вы сейчас смотрите меня и кто-то из Москвы. Так вот, знайте, что 27 января уже 100% будет воркшоп. Скорее всего, еще будет 26, если наберется очень большая группа, но учитывая то, сколько была желающей, думаю, наберется. Я сейчас еще в процессе поиска места проведения второго. Если у вас есть какая-то идея, то поделитесь. Лучше в Инстаграме, потому что я там буду 100% просматривать. И еду как раз с тем самым воркшопом, с которым была и в Питере, и в Киеве, и в Львове, и в Одессе. И, наконец-то, еду в Москву. Честно говоря, меня немножко пугает этот город. Мне кажется, он слишком большой для моего сознания. Но мы будем рисовать уникальных персонажей под моим чутким руководством. Сначала немножко разогреемся, потом я расскажу, как искать идеи, будем вместе мозгоштурмить. Потом будем строить персонажи, расскажу какие-то базовые приемы. А потом будем рисовать на крафтной бумаге с помощью маркеров и карандашей. Если вас интересует эта тема, то регистрируйтесь. Я оставлю ссылочку в описании. Если я забуду, то 100% есть ссылка в Инстаграме, в шапке. В альбоме должна там быть. Я буду очень-очень рада вас видеть. И, кстати, если кто-то придет после того, как увидел это видео, обязательно мне об этом сообщите. Интересно, кто смотрит мои влоги. У нас сегодня на обед просто непровизойденное блюдо. Мы открыли для себя грибы глывы. Я не знаю, как они по-другому называются. В общем, они такую структуру имеют какую-то мясную. И мы сейчас будем делать себе шаверму. Вот такой вот у нас натюрморт. Скучный какой-то. Главное, вкусный. Ну, давай пробовать. У-у-у, какой ты мощный. Ладно, не буду смущать. Пришел выбрать самые интересные работы нашего челленджа Draw in Shape. Получилось очень много интересных рисунков. Меня прям позабавило ваше воображение. И круто, что мы делали все в одной форме. Потому что так можно именно сравнить то, насколько у всех разные миры. Мне кажется, это получился особенный челлендж. Потому что у нас такое камерное комьюнити тех людей, которые смотрят влоги. Только вы об этом знали. И пусть это будет наш маленький секрет. Начать хочу с вот этой чудо-мышки. Она такая пусечка. Далее последовала прекрасная дама, которая обладает очень интересной юбкой. Также мне запомнилась вот эта графическая работа. А это непонятное существо ярко-голубого цвета однозначно выделялось из толпы. Три подруги и их питомцы. Очень сложная композиция вот этой формы. Обратите внимание, кукловод и его люди-марионетки. Иллюстрация от Ани и Диод Стайл. Очень много голубых лисиц. Аня, как всегда, на высоте. Очень милая иллюстрация с лисичкой и девочкой с кучарямыми волосами. Я, кстати, заметила, что в этом Drawing Shape было достаточно много русалок. Ребята, вы что, хотите на моря? А эта работа меня покорила своей цветовой гаммой. Она такая шоколадная. И закончить хочу вот этой прекрасной девочкой с милой сочной попкой. На улице уже вечереет, а я захотела порисовать на камеру, поэтому пришло время софтбокса. Я сажусь рисовать, и тут просто на шесть ворон. Авокалипсис! Хочу показать все формы, которые у меня получились. Начала я с вот этой. Это у меня такой... Как бы его назвать? Ну, сутенер, наверное. Затем у меня получился вот такой вот мистер с волосами океаном. Симпатюлечка. Мне захотелось повырисовать бороду и вот этот вот странный глаз. А потом я подумала, что здесь как-то слишком пусто, поэтому нарисовала вот такого вот осьминога. Здесь у нас лодка с веслом и якорь. Следующим героем в моих формах была девушка-ковбой, которую я показывала в одном из влогов, где мы в Одессе его рисовали вместе с Александром. И я прям повырисовывала косички. В общем, в этом челлендже Draw in Shape я любила порисовать волосы. А потом у меня получилась такая туристка или турист. Такой более быстрый набросок. Не хотелось особо зацикливаться и вырисовывать детали после этой девчонки. А, еще у меня были такие формы. Но это было до того, как я организовала наш челлендж. Тоже в одном из влогов, по-моему, уже показывала. Я занималась с девочкой рисованием, и мы для разогрева использовали этот челлендж. И вот я решила просто сюда это прикрепить. Кстати, с помощью своих же стикеров. Хорошо, когда у тебя есть свои стикеры. И в магазин ходить не надо. Затем был вот этот вот милейший кролик, который летит на морковке. У меня когда-то были стикеры для iMessage с неандертальцем-космонавтом. И вот это вот очень похожая тема, только теперь кролик и морковка. А что я буду сделать сейчас? Так это рисовать вот эту форму. Хочу ее немного закончить, потому что я вчера вечером набросала главные линии, а сейчас хочется немного повырисовывать текстуры. И спидпейнт начнется через 3, 2, 1. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой в итоге получилась моя иллюстрация. Финальная такая новогодняя. Я решила сделать темным пятном оленя, чтобы он выделялся на фоне всего остального. Дедушка Мороз у меня стал немножко сероватым вместе с его костюмом, чтобы подчеркнуть белизну борды. А сзади у него развивается его, наверное, какой-то плащ. У Деда Мороза бывает плащ. Но в целом получилось мило, и я довольна результатом. На этом и поставим точку. Во влоге, наверное, тоже поставлю точку, потому что чувствую, что немного заболеваю, и мне не мешало бы отдохнуть. Пойду монтировать влог и делать всякие моющие купательные дела. Хорошего вам дня! Пока!